Люди Земли, Ян, Земли, И. И давайте вместе с вами анализировать, что для людей Земли будет актуально, какие сферы для них важны. Вот опять пришла энергия власти. Вот она у нас, власть. Это какая власть? Это власть слабенькая. Вот она, она у нас очень слабая. То есть в таком случае для знакомиться не сильно хорошо. Будет мужчина, допустим, если мы про женскую карту говорим. Будет мужчина, будет очень слабеньким. Ну слабеньким. У нас здесь на фазе смерти. Это не означает, конечно, что он там умрет или что-то такое плохое. Но у него ци слабые будут очень. Но с другой стороны, когда вы или кто проходил уже курс 12 фаз или будете учить 12 фаз, мы можем что сказать? Что очень хорошо заменить подход к этому. То есть пришёл не мужчина очень слабенький на фазе смерти, а пришёл, например, вы познакомились в чём? Или вы познакомились с человеком, у которого его деятельность связана вот с вопросами жизни и смерти. То есть те же самые... У меня сразу в голове патологоанатомы. Ну кроме патологоанатома, есть ещё масса других профессий, которые связываются, ну как минимум, врачи. У них в любом случае, это не означает, что их клиенты будут помирать, но в любом случае в больницах есть понятие жизни и смерти. То есть вот такой вариант. Можно встретиться, познакомиться с мужчиной ну вот в такой-то профессии. Или помните, как в фильме говорят, что можно знакомиться на кладбище. Вот это тоже вот как этой же серии. То есть человек, у которого, возможно, уже в прошлом была вот эта история. Дальше. То есть мы понимаем, что для людей земли ян, земли инь пришла энергия мужчины. Мужчина – фаза смерти. Дальше. Этим пришла энергия власти. Фаза смерти. Энергия власти. Это о чём говорит? Ну вот карьеру себе не сильно хороший вариант. И то, смотрите, если это полезные энергии, мы можем это делать. Но мы понимаем себе, что эта власть не образец вот образа, не такой образ, не такой в расцвете сил, не такая в расцвете силы, мощности. Вот она такая, вот она слабенькая. И тут со временем, возможно, она станет сильной, возможно, там появится, определенная мощь появится, но на текущий момент всё-таки дерево инь на свинье. Дальше. Элемент свиньи, да, мы помним, земная ветвь свиньи. Что тут у нас? Тут у нас с вами деньги. И причём для людей земли ян, это деньги бизнеса, например. Это янские, внутри янские деньги. Деньги бизнеса. Это можно в такое время расширять свой бизнес, добавлять какие-то ветви. Это может быть доход, приход дохода, неожиданного. Может, наконец-то, вы получите результат ваших более ранних действий. Вот сейчас произойдёт такое. Соответственно, это финансовый рост. И вот, кстати, тоже понимать, что если элемент воды для людей земли, это не полезный элемент, ну, то есть, не надо этой земли ещё вода. Вот на свою карту, даже вот по цветам, посмотрите, и вот так представьте себе, а надо ещё вода этой карте или не надо, или там вокруг земли одна вода, и это вообще уже грязь целая, это уже болото, и у человека болото, и в жизни, и у человека болото, и в голове нашей. Тут, наоборот, надо добавлять тогда элемент огня. Если пришла ещё вода, это пришли деньги, мы уже сказали, да, но это какие? Это расход денег. Очень часто у нас бытует такое мнение, что мы все там смотрим, особенно это кто начинает только, смотрит, что ищет у себя в карте деньги. Нет денег, всё, элементы денег, мы расстроились. Потому что, ну, хотим, не хотим, деньги много значат нашей жизни. Текущий момент. В данном социуме. И когда приходят деньги, сразу люди радуются. К сожалению, элемент денег бывает очень частенько неполезным элементом. И это говорит о расходах финансов. Вот неполезные деньги. Через время там, например, пришёл какой-то счёт, и счёт какие-то, наложили какие-то штрафные санкции, или штрафные какие-то там налоги, или ещё что-то кто-то вспомнил, чтобы где-то когда-то кем-то было неоплачено. То есть вот это тот момент, когда приходят неполезные деньги. Удача людей очень часто не в приход элемента денег, а, например, в приход элемента ресурсов. Хотя это будет финансовый подъём. Соответственно, если вы человек в земле, я от земли и, значит, понимается, что в данном месяце будут актуальны для вас веры, связанные с элементом власти. Это и элемент мужчины, и элементом денег. И тут уже в полезном формате для вашей карты благоприятный. Это означает, что расширяем бизнес, просим надбавку к зарплате. Особенно это касается для людей. Пришли стабильные деньги. То есть это зарплата. Можно подойти и сказать, вот пришёл период моих денег. Ну, я на самом деле шучу, но по честности, да, можно спокойно подойти к своему руководителю и вопрос понять о зарплате. То есть ци денег и ци власти для вас активны в этот промежуток времени. Соответственно, это и решено. Теперь давайте про мужчин. Это всё про женщин, про женщин. А для мужчины, для мужчин пришёл элемент не только денег, но и элемент женщины. Вот это тот промежуток времени, когда мужчина может познакомиться с женщиной, жениться, а может просто добавить в своё окружение женщину. И вот тоже вот этот момент надо себе обратить внимание. Да, даже вот в карте вашего мужа, если вы знаете, что земля, ян, земля, инь, значит, может появиться, появится новое знакомство. И дальше вы уже философски относитесь, да, анализируете, как, что делать. Ну, вот такая ци приходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!